Самоизоляция и карантин вроде ушли в прошлое, но без последствий, конечно, не обошлось. Одним из которых стал рост безработицы практически во всей стране. Сколько безработных на Ямале и как можно вернуть уже потраченные деньги? Об этом и не только расскажем короткой строкой. После коронавирусного карантина уровень безработицы в России вырос почти на полтора процента. Во многих регионах она превысила 15 процентов, например, в Алтае, Чечне и Дагестане. Но при этом наш регион по-прежнему остается самым привлекательным в стране для трудоустройства. Уровень безработицы на Ямале составляет 2,5 процента, а поиск работы в среднем занимает около 4 месяцев. В Госдуме предложили выплачивать налоговый вычет за детские спортивные секции. Этот закон готовится к рассмотрению во втором чтении. Родители смогут получить обратно деньги, потраченные на детские спортивные и оздоровительные кружки, но не более 120 тысяч в год. Точный список услуг, за которые можно будет получить выплату, будет позднее утвержден правительством. Туристический кэшбэк вновь доступен для всех, кто путешествует по России. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 2 миллиардов рублей на программу поддержки внутреннего туризма в России. Получить обратно 20 процентов от суммы, потраченной на путешествия, граждане смогут, если они проживали в гостинице не менее двух ночей и оплатили свой отдых картой МИР. Ямальская биатлонистка в прощенное воскресенье попросила прощения за провальное выступление на чешском этапе Кубка мира. Лариса Куклина заняла 43 место в общем зачете и 37 в гонке преследования. Спортсменка рассказала журналистам, что ей стыдно за подобные результаты, и она настроена сделать все, чтобы исправить ситуацию в следующем сезоне. В Новом Мурингое разобрали новогоднюю елку. Несмотря на недавние масленичные гуляния и традиционные проводы зимы, низкие температуры в городе еще сохраняются. Поэтому ледовый городок, в отличие от елки, останется радовать жителей до конца марта. Гюли Димитрадзе, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24.